Альфред Грибер. Авторский курс грамматика практического иврита. Урок номер 49. Дробные числительные. Урок ведет Альфред Грибер. Дробные числительные или дроби бывают простыми и десятичными. Сначала давайте познакомимся с простыми дробями. Самым универсальным способом названия простых дробей является следующий способ. Числитель и знаменатель выражаются числами в женском роде. А между ними находится слово хелкей, которое образовано от слова хелек со значениями часть, доля от целого. Хелек, хелкей. Например, Ахат, хелкей, штаим. Одна вторая. Ахат, хелкей, штаим. Хамэш, хелкей, шеш. Пять шестых. Хамэш, хелкей, шеш. Хамэш, хелкей, меаушмоне. Пять сто восьмых. Хамэш, хелкей, меаушмоне. Однако встречаются и другие наименования дробей. Для знакомства с ними следует разделить их на несколько групп. Простые дроби с цифрой один в числителе имеют собственные названия. Например, дробь одна вторая. Хэци, половина. Хэци. Махацит, половина. Махацит. Дробь одна третья. Шлиш, третья часть. Шлиш. Шлиш. Шлишит. Одна третья. Третья часть. Шлишит. Одна четвертая. Рева. Четверть. Рева. Ревия. Четверть. Ревия. Ревиит. Одна четвертая. Четвертая часть. Ревиит. Одна пятая. Хомэш. Пятая часть. Хомыш. Хамишит. Одна пятая. Пятая часть. Хамишит. Одна шестая. Шишит. Одна шестая. Шестая часть. Шишит. Одна седьмая. Швиит. Одна седьмая. Седьмая часть. Швиит. Одна восьмая. Шминит. Одна восьмая. Восьмая часть. Шминит. Одна девятая. Чиит. Одна девятая, девятая часть. Чиит. Однодесятая. Ассирит. Однодесятая, десятая часть. Ассирит. Односотая. Меит. Односотая. Меит. Однотысячная. Алпит. Однотысячная. Алпит. В простых дробях, в знаменателях которых присутствуют цифры 2, 3 и 4, числители ставятся в мужском роде, а знаменатели, выраженные специальными словами, ставятся во множественном числе мужского рода. Например, шней шлишим, 2 трети, шней шлишим, шло шары во им, 3 четвертых, 3 четверти, шло шары во им, в простых дробях, в знаменателе которых присутствуют цифры от 5 до 10, числитель ставится в женском роде, А знаменатели ставятся во множественном числе женского рода. Например, арба хамишиот, 4 пятых, арба хамишиот, хамэшшиот, 5 шестых, хамэшшиот, шешшвиот, 6 седьмых, шешшвиот, шева шминиот, 7 восьмых, Шевашминиот, шмонэчшиот, 8 девятых, шмонэчшиот, тэйша ассириот, 9 десятых, тэйша ассириот. В простых дробях, в числителе которых присутствуют цифры больше единицы, знаменатель приобретает форму множественного числа. Например, шешмэйот, 6 сотых, шешмэйот, арба алпиот, 4 тысячных, арба алпиот. В десятичных дробях, в отличие от русского языка, используется точка. В связи с этим десятичные дроби читаются в иврите с помощью слова некуда со значениями точка, пункт как единица количественной оценки, очко, бал, некуда, которая ставится между числительными женского рода. Например, шмонэ некуда шева, 8,7, шмонэ некуда шева. Существует также возможность при обозначении десятичных дробей обходиться без слова точка. Например, хамэш, уштэй, асирьот, 5,2. Хамэш, уштэй, асирьот. Шева, ушлошим, уштаим, мэйот, 7,32. Шева, ушлошим, уштаим, мэйот. Ахат, ушлошим, вэтэйша, альпиот. Один и тридцать девять тысячных. Ахат, ушлошим, вэтэйша, альпиот. А запятая используется в рите для отделения тысяч. Например, эсрим, псик, хамэш, мэот. Двадцать тысяч пятьсот. Эсрим, псик, хамэш, мэот. Эсрим, псик, хамэш, мэот.